Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами Мария Шматкова. Сегодня разговариваем с Игорем Ефимовичем Колтуновым об объединении лечебных учреждений Денцовского городского округа. Здравствуйте! Игорь Ефимович, 14 июня в Одинцовском округе прошел масштабный форум, на котором обсуждались вопросы развития системы здравоохранения муниципалитета, в рамках которого был представлен проект объединения лечебных учреждений. Хотелось бы сегодня, чтобы вы более подробно об этом рассказали, что уже сделано в этом отношении, как мы двигаемся, насколько динамично? Ну, знаете, давайте сначала вспомним о том, что новое – это отчасти хорошо забытое и старое. Не просто происходит объединение, а где-то вопрос о создании системы здравоохранения города Денцовского и Одинцовского округа. То есть фактически есть некая территория, где живет население, под разным данным, от 350 тысяч до миллионов человек, в зависимости от сезона, в зависимости от того, кто на даче, кто не на даче. И абсолютно востребовано сегодня создание системы здравоохранения на данной территории. Территория более 160 километров по самой длинной хорде, это от Кубинки до Звенигорода. Население достаточно компактно живет только в Одинцово, в Звенигороде, в остальных местах население рассредоточено, плотность невысокая, но в помощи нуждаются все. И она должна быть качественной, своевременной и доступной. Для этого создается система здравоохранения, единая, которая будет обеспечивать потребность населения в любой специализированной медицинской помощи, как в плановом, так и в экстренном варианте. Какие будут объединены учреждения? Объединяется порядка 8 лечебных учреждений. Это несколько стационаров, в частности, стационар Звенигородская городская больница, 45-я больница, в прошлом она так называлась, сейчас это больница восстановительного лечения и реабилитации. Это, соответственно, Одинцовская больница, Одинцовская больница номер 2 и больница номер 3, так называемая, которая находится в Кубинке. То есть даже сами названия этих учреждений говорят о том, что это названия остались от различного рода разных других реорганизаций. И на сегодняшний день эти учреждения не связаны в одну единологическую цепочку. Также в составе этих учреждений будут входить поликлиники и амбулатории, и ФАПы, соответственно. То есть фактически мы говорим о создании такой несколько, немножко уникальной системы, когда в одном лечебном учреждении будут сочетаться абсолютно все виды медицинской помощи. То есть, например, то, чего не было в Одинцовской центральной районной больнице, но есть, например, в Перхушковской больнице или в Никольской, да, сейчас это будет все объединено в единый кластер. Ну, абсолютно точно. Ну, посмотрите, допустим, в Перхушковской больнице, которую вы так называете, есть два направления всего. Это честинсовая хирургия и офтальмология. Чего нет в Одинцовской больнице. Всего у нас с вами порядка 16-18 основных видов медицинской помощи. Именно. Прекратно хирургическую помощь, нарапевтическую помощь, гастронетрологию, и так далее, и так далее. Есть обрабатывающие крупные solitary rahasiqis, по направлениям. И, конечно, возникает тогда вопрос. Если у нас есть в Перхушковской больнице честинсовая хирургия и офтальмология, Почему в городе Одинцово нет экстренной медицинской помощи по честному хирургии и офтальмологии? Почему нет экстренной помощи по оказанию присочетанной травмы? Это должно быть. Соответственно, любое ДТП, любая травма, пациент должен будет эвакуироваться куда-то далеко. Чем дольше, соответственно, идет эвакуация пациента, тем хуже и менее качественно будет им оказывать медицинскую помощь, или будет осложнение, или просто он не доживет до получения этой помощи. Поэтому благодаря объединению мы сможем создавать совсем другой уровень оказания помощи. Второй пример наглядный, что такое объединение. Есть такая Иршовская поликлиника у нас, называется Амбулатория Иршовская. Прекрасное здание, великолепное, современное, хорошо отремонтированное, но стоит пустое. У Жвершова населения очень мало. Там 4 тысячи человек прикрепленного контингента. Что такое 4 тысячи, понимаете, если обращаемся по 5% на 4 тысяч, там 10 человек в день. Также рядом с Жвершовым, допустим, на улице, если память не изменять, Лермонтово, находится замечательная история в Венегородской городской клинической больнице. Здание, построенное в 1800-70 каком-то году, не боюсь сказать, каком. У них еще работал Антон Павлович Чехов. Часть зданий осталась абсолютно неизменной. Вот как они были при Антон Павловиче Чехове, где с которым там установлен памятник на улице Лермонтово, там так оно все и есть. Также соседние здания, где оказывается плановое и оперативное пособие по гинекологии. Соответственно, нет лапароскопической установки. Женщинам всем операции проводятся старым, можно сказать, допотопным путем, открытым лапаротомным. Это 7-8 дней, соответственно, с его госпитализацией. Это, соответственно, чем лучше хирург, тем больше разрез, как говорится. Мы объединяемся, что мы получаем. Мы получаем, что пациенты, которые живут на улице Лермонтово, грубо говоря, через 5 минут пешком прошли, зашли в Вершовскую амбулаторию, получили там медицинскую помощь. Раньше этого было сделать нельзя, поскольку было прикрепление. Сегодня, соответственно, любой житель Одинцова может идти в любую поликлинику, в любую амбулаторию. Ну и Одинцовского округа. В город Одинцово, Одинцово, конечно, да, в любой территории. Может идти куда угодно. То есть, в принципе, житель Кубинки спокойно приезжает в Одинцово, получает любую медицинскую помощь, и для этого ему не нужно ни открепляться, ни прикрепляться, ничего не нужно. Просто нужен медицинский полис и паспорт. Ну и, собственно, туда ездить. Это очень актуально для жителей Одинцова, которые имеют дачи. Очень много жителей Одинцово имеют дачи подальше от города самого Одинцова, но в Одинцовском округе. И, соответственно, они получают любую помощь, не надо никуда ездить. То же самое, как я сказал, по поводу гинекологии. Мы объединяемся. Есть плановая гинекология, допустим, в Одинцово у нас на сегодня полностью оборудована пароскопическими установками. Средний койкодемий будет 2-3 дня. Это не травматично, это, кстати, другой уровень оперативного пособия. Постоянно доступно для жителей города Звенигорода. Вот если раньше Звенигородской жительнице или жителю нужно было попасть в Одинцово, это нужно было где-то только по договоренности между главными врачами двух учреждений. То есть целая история. Потому что они живут там, другие живут здесь. Направление 057У, справки. То есть целое дело. Надо было прийти в поликлинику, записаться к врачу, получить эту бумагу. С этой бумагой поехали в Одинцовскую, договариваться о чем-то. Ну, понимаете, да, как это все непросто. Тебе расстояние же мне 5 метров. А сейчас абсолютно просто снимает любое завитощее отделение трубку и говорит своему коллеге по цеху, что переводит пациента из одного отделения в другое. Опять же, объединение не приведет к сокращению. Вы знаете, когда мы говорим слово объединение, Ну, это оптимизация, объединение, да? То есть оно всегда и всегда вот такой вопрос у жителей возникает. Мне не нравятся эти слова, вы спросите меня, пожалуйста. Я бы сказал так. Создание системы здравоохранения Одинцова. То есть фактически мы создаем ту систему райздрава, которая когда-то существовала при советской власти. Достаточно давно. Она немножко по-другому, но очень похожа. Когда-то в детстве, в нашем с вами, в далеком, руководитель райздрава одновременно был главным врачом в медицинской больнице. То есть фактически больница была центральным опорным пунктом для оказания высоко специализированной медицинской помощи, как и стены, так и плановой. А все остальные учреждения были подшеркнуты. Потому что невозможно высококлассовый специалист держать в деревне, понимаете? Он деградирует, там нет ни пациентов, ничего. Поэтому мы с вами ничего не объединяем, можно так даже сказать. Ничего с вами не организуем. Мы с вами создаем систему здравоохранения на данной территории. Просто чтобы маршрутизация пациентов была более четкая, правильная, сбалансированная, ну если это можно применить, вот даже этот термин. Медицинская пациента – это пути достижения. Один из вариантов достижения – осуществление доступности медицинской помощи. Мы с вами систему для здравоохранения, для того, чтобы создать некую медицинскую услугу под названием высоко специализированная планная медицинская помощь. И начинаем от безвистой медико-санитарной помощи, которая у нас с вами начинается с фельдшерских пунктов, и кончая высокотехнологичной видой медицинской помощи, так называемой ВМП-бюджет, ВМП-ОМС. Если говорить про онкологию, про сосудистую хирургию, появится ли в этом направлении, ну вот после, естественно, создания этой структуры, какие-то дальнейшие шаги? Я бы сказал, вопрос немножечко поставил по-другому. Понимаете, всех людей волнует о сокращениях каких-то, да? Волнует о чем-то еще, какие-то фантазийные какие-то в головах возникают разные истории. Ну, потому что слово «объединение», которое было изначально представлено, и, безусловно, оно распространилось, да, на все соцсети и так далее, во все информационные источники попало, конечно же, у населения это сразу же штамп, что будет оптимизация, будет сокращение, будет уменьшение. А что же мы получим в итоге, насколько это будет эффективно и нужно для нас? Давайте говорить сначала о том, чтобы об этом говорить, надо понимать, что у нас много чего нет. Мы же не берем что-то великолепное, красивое и замечательное, и не денем в более замечательное и более великолепное. Мы берем то, чего нет вообще, и создаем заново систему. Что именно я имею в виду? У нас в Ванецово нет ангиографической установки, у нас с вами нет всего неэкстренной возможности оказать помощь при островом коронавирусом синдроме. Представьте себе, население поэкономиллиона человек, если у человека, не дай бог, случается инфаркт или инсульт, мы должны его эвакуировать в город Костногорск, это там полтора часа хода. То есть мы теряем золотой час, мы теряем все, и пациент просто у нас погибает. Или получает осложнение, соответственно, инвалидное на всю жизнь, что при инсуте, что при инфаркте. Территория громадная, наша инвалидная, посмотрите, какая территория накажется, вы уже видите, что происходит. Мы создаем заново, мы создаем центр сосудистый, который должен быть на территории, его же не было. Это что, реорганизация, это что, присоединение, что это? Да не что, это создание системы здравоохранения. Мы создаем отделение нейрохирургии, которого нет. Пациент поступает с травмой, ДТП, что-либо еще. Нет возможности оказать медицинскую помощь. Нет такого понимания, что такое случая нейрохирургическая помощь в городе Язинсово. А дороги какие, а скорости какие, посмотрите, что происходит. Машины бьются в достаточно большом количестве, ДТП никуда мы тоже не уходим. А мы с вами имеем ЧЛХ во второй больнице, как вы называли, Перхушевская. Соответственно, мы ЧЛХ объединяем вместе с отделением травматологии, которое есть в Яднецовской больнице. ЛОР-отделение есть в Яднецовской больнице. Автомология у нас теперь тоже есть. Соответственно, сосудистый отделение тоже есть. Мы с вами можем делать что? Городской центр, областной центр, районный центр. Называется как угодно. Голова, лицо, шея. Мы с вами уходим из старых подходов, когда у нас есть отделение. А переходим к неким клиникам внутри одного лечебного учреждения. Одна клиника занимается сочетной травмой, а другая клиника занимается сосудистой патологией. Третья клиника занимается нарушением обменных веществ. Понимаете, да? То есть мы можем лечить комплексно. Уже наш основной девиз какой сегодня в медицине, что надо лечить не болезнь, а лечить больного. Поэтому помощь медицинская должна быть адресная, персонализированная, персонифицированная и доступная. Вот что мы хотим на сегодняшний день сделать. Нет задачи все-таки объединить, что-то слить, чего-то раздеть. Это же не сама цель. Это опять-таки, как вы сказали... Какие временные рамки ставятся для реализации этого проекта? Ну, я думаю, где-то до весны будущего года. Это не скорая история. Так быстро она не строится. К сожалению, ломать не строить. Вот. Система, будем так говорить, не строилась долгие годы. Может быть, 10 лет, может быть, 20 лет. Вот. Поэтому я думаю, что за год где-то мы сможем выставить логистические какие-то истории и провести, в первую очередь, переоснащение учреждения через закупку оборудования. По поручению первого визгубернатора Глана Владимировича Абрахманова вот у нас есть три этапа утвержденных. Правительство Московской области выделило средства на закупку оборудования. Первый этап – это мы с вами закупаем оборудование, необходимое для первочиненных задач, а именно оказание помощи детскому населению. То, чего у нас нет, это детская хирургия, детская экстренная медицинская помощь, это детская лор, детская травматология, детская офтальмология, то, что востребовано в районе, детская инфекция, то, что в районе востребовано. Это небольшие финансовые затраты. Второй этап – это, соответственно, ангиография и нейрохирургия. То, что обусловлено во времени немножко долговато, поскольку невозможно по одиночью отопозе физически быстрее все это осуществить. Плюс это связано с текущими капитальными ремонтами зданий и сооружений. И третий этап – это лабораторная история, это создание единолабораторной службы, в том числе и патоморфологической лаборатории, которая даст нам возможность ранней диагностики по онкологическим заболеваниям. И, соответственно, снизит количество осложнений от онкологии, снизит количество благоприятных исходов, я бы так сказал, онкологических. Если все-таки говорить про онкологию, предполагается ли в будущем расширение? Потому что как таковое отделение, оно минимальное, вы прекрасно понимаете, что его не хватает. Востребованность колоссальная. И, к сожалению, выявляемость онкологии сейчас очень высокая. Но в том числе помогает и диспансеризация. И люди становятся более сознательными и более внимательно относятся к своему здоровью. Выявляется очень высокая, и вы oczywiście правы сказать вопросам на какой стадии. ämäся высокая, это никому не интересно. Нет, на первой, на второй. Интереснее смотреть на первой, на второй. А чтобы она была на первой, на второй, здесь о реализацию нам с вами не поможет. Это немножко другая история. Для того, чтобы выرеть заболевание на первой, на второй стадии, это вопрос экологического осторожности врача при первичном приеме пациента. Диспансеризация делается не на раннее выявление заболевания. Диспансеризация делается, для того, чтобы дать статус, презент твоему здоровью. Диспансеризация говорит о том, кто ты. Здоровый, нездоровый, относительно здоровый, инвалид и так далее. Вот для чего делать диспансеризация. Немножко разные истории. Поэтому, помимо диспансеризации, существующие кабинеты медицинской профилактики. Разные вещи. Так, занимающиеся вторичные периоды, уже выявленные пациенты. А ранее выявление онкологических заболеваний, как я вам сейчас говорю, это онкологические заболевания, это у каждого врача. То есть, когда пациент попадает к любому врачу, например, по разному поводу, головная ли это боль, изменение дефекации, изменение мочи и спускания. В первую очередь, онкологическая настороженность. Понимаете, там часто болеющие в архолегочном заболевании пациента, онкологическая настороженность и так далее, и так далее, и так далее. К сожалению, это только так. И вторая история, это, конечно, лабораторная диагностика. Почему? Потому что мы должны при любых манипуляциях удаление то ли бородавки, то ли родинки, или это идет операция папиллома желудка или чего-то другого, или это просто аппендицит. Неважно. Любой орган и любая ткань, которая подверглась хирургическому воздействию или механическому воздействию в медицинских целях, даже было отправлено на гистологическое исследование. Сто процентов. К сожалению, мы сегодня не имеем такой возможности, потому что, сами понимаете, кто повезет и куда он это будет везти из Зенецова. Куда в Балашику? Это практически на другой край света. Никто заниматься этим не будет, потому что никто не оплатит ни транспортные расходы, и логистически это невозможно сделать на сегодняшний день, к сожалению. А мы пойдем на третьем этапе создания патоморфологической службы на территории Денцовского образования. А Денцово сегодня территория уникальна еще тем, что очень хорошо развита дорожная транспортная сеть. И можно машинными, автомобилями спокойно сокращать расстояние сегодня от Одинцова до Звениграда, там 35 минут кода на машине. Плюс еще, кстати, информатизация, компьютеризация, всякие другие ации, мероприятия, которые позволят наслаждать динам базы данных, обмен и хранилище этой базы данных. То есть на сегодняшний день пациент обратился хоть раз в каком-нибудь фельдшерско-куршерском пункте, или потом впоследствии обратился в поликлинику, или в амбулаторию, потом попавший в стационар, у врача будет возможность сложить все эпизоды его обращения и прийти к бигдате. То есть мы переходим на электронную амбулаторную карту? Мы переходим не просто на электронную амбулаторную карту, мы переходим потихонечку к сквозной нумерации амбулаторной карты или строительной болезни. Что такое сквозная нумерация? О том, что если мы заводим вам, что любали здесь, в Одинцово, и кто-то заводит его звениковать, то они все идут последовательно. И невозможно потом поменять их местами или изменить даты или цифры, подделать невозможно. Мы исключаем возможность фальсификации документов, мы исключаем возможность вообще какой-либо недобросовестности врача. Соответственно, врач понимает это, повышает соответственность, соответственно, качество услуги. Не надо врача и специалистов тоже идеализировать. Все люди, каждый имеет право на ошибку. Только вопрос цена этой ошибки какова? Какова ошибка цена у врача, который не пролечит, а цена у мороженщика, который не докладывает мороженое? Немножко разные вещи. Понимаете? Поэтому для населения поводов никаких нет. Что касается сокращения персонала, на сегодняшний день странная история существует. Денег, говорят, мало денег. Нет денег. Ну, наверное, денег всегда мало. Правильно, денег много никогда не бывает, поскольку это неисчисляемые существительные деньги. При нельзя говорить, а сколько или как много, можно долго сказать. Совокупный объем средств, выделяемых системой УМС на все объединяемые учреждения, или, будем так сказать, на территорию, в порядке 4 миллиардов рублей. Этих денег, по идее, должно было быть вполне достаточно для того, чтобы оказывать помощь тому усилению, которое сегодня представлено в Одинцово и Одинцовском округе. И по тем видам медицинской помощи, и по тем объемам, которые заявлены. Но, к сожалению, по факту получается наоборот. У нас сегодня из 4 миллиардов дефицит более полумиллиарда рублей, которыми эти деньги датирует сегодня правительство Московской области для того, чтобы компенсировать издержки и будет так как бы недофинансировано, если можно так сказать, как это официально звучит. Но надо понять, вообще на самом деле это много денег или мало. Никто не может сказать на этот вопрос. Вообще вопрос себестоимости медицинской услуги это такая вещь сложная и тяжело поддающаяся по определению. Но мы можем хотя бы максимально к ней приблизиться, к этой истории. Мы говорим, нам не хватает специалистов. Мы говорим о том, что у нас нет того, нет этого. Мы говорим о том, что а тут бах, тебе какие-то сокращения. Казалось бы, да, абсолютно противоречивая история. Но никто не говорит о том, что у нас сегодня врач работает на трех ставках. Скажите, пожалуйста, как у нас юридический человек работает на три ставки? Я не понимаю. 8,3-24. Что же ему остается, не сейчас там эта бедология? В данной связи возникает вопрос. У нас есть внешние совместители, которые якобы закрывают проблемы с узкими специалистами, но они умудряются совмещать одновременно в трех разных отделениях. То есть он совмещает в Одинцовской больнице, совмещает в Перхушевской больнице, где-то еще. Совмещает в полторы ставки. При этом на ставку еще в основном место работы, работа где-то в Москве. Что это, скажите, не понятно, что медицинская помощь? Как человеку можно на две с половиной ставки, вы понимаете, да? Это какая-то профанация. Почему? Потому что людям надо поднимать зарплату, люди хотят получать хорошие деньги. И, соответственно, единственный способ совмещения и совместительства. И пошло искажение. Знаете, как искажение во времени. То есть если мы в прошлом слое задействовали, там ту же бабочку, да, как у Брэдбери, то в будущем будет другой президент в стране. То же самое и здесь. С 95-го года. Совмещали, замещали. И это окручивалось. Было задание президента. Сделали шешковских пунктов. Сделали, не интегрировав систему. Было поручение президента. Сделали центры медицинской профилактики, не интегрировав систему. Был запрос населения. Развернули амбулаторию. Не интегрировав систему. Нужно были передвижные фабы, купили передвижные фабы, не индукрируют систему. Что мы сейчас с вами имеем? Мы сейчас имеем некие обломки разрозненной медицинских услуг, не связанные между собой никак, ни горизонтально, ни вертикально. Которые делали в зависимости от того ситуации, которая сегодня будет. Для того, чтобы поставить галочку и отчитаться, что это вот так мы все сделаем, у нас все хорошо. А сейчас мы с принципиально совсем другой историей. Сейчас мы говорим о создании медицинской системы для оказания помощи населению, по потребности этого населения. То есть сегодня правительство Московской области выполняет, что? Или удовлетворяет потребность населения в медицинской помощи, запрос, так сказать. Поэтому есть это достаточно уникальное. Поэтому когда у нас сокращение, конечно мы сократим эти вакансии, так как этого не может быть, это профанация. Надо все проведать в соответствии. И в районе уже получать деньги не за счет совмещения, совместительства, а в районе уже получать деньги за оказание медицинской помощи, квалифицированной. И чем качественнее эта помощь оказана, тем на более высоком уровне, тем больше денег нужно врачи получать. А не за то, что он высиживает какие-то там часы или не высиживает. Или вообще там до юра как-то чистится кем-то или не чистится. Понимаете, это же неправильная история. Ну то есть устраивание системы, она в том числе позволяет, ну, более эффективно подходить к тем или иным процессам и эффективно расходовать средства в первую очередь. Конечно, не просто эффективно расходовать средства. То есть понимаете, от того, что у врача будет большая зарплата, но при этом врач не будет лечить больного, больному это не лучше. Логично? Логично. Соответственно, регулятор имеет полное право платить деньги врачу, требовать от него ответ на качественную работу. Логично? Логично. Но врач-то к этому не готов. Вдруг с него начали спрашивать, за что он получает деньги. Медсестра не готова. Значит, спрашивает, за что он получает деньги. Как вы будете решать этот вопрос? Объясняю, разговариваю. Объясняю медсестре, что они могут быть одновременно и медсестрой, и старшей, и сестрой-хозяйкой, и санитаркой, и работая в трех хипостасях. Это физически невозможно. Объясняйте, что она где-то, соответственно, или подделывает какие-то документы, как максимум или как минимум, просто халатно, потому что, к своей работе, физически это сделать невозможно. Только в кино про супермена. Понимаете? Поэтому история очень простая, и люди, наконец, должны понимать, что регулятор не просто должен, регулятор обязан спрашивать, на что он тратит деньги, я имею в виду правительство Московской области, за что платить деньги, кому он платит деньги, и спрашивают за качество этой услуги. Игорь Ефимович, ну, еще такой немаловажный и, наверное, актуальный, в первую очередь, для жителей города Одессов вопрос, когда будет завершена реконструкция поликлиники номер один? Вы знаете... Все видят активно, как здание обросло лесами, как работает техника. Давайте начнем с приятного. При этом я вам хочу сказать, что, скорее всего, к весне мы закроем тратитический корпус, который у нас называется «В последний путь в народе» в Одинзово. Можайское шоссе 55. Да, я думаю, мы его закроем, это замечательно, это здание, и всю плановую госпитацию будем состоять в Перхушково. И абсолютно прекрасно, 17 тысяч квадратных метров замечательного современного здания, которое, будем так говорить, мягко говоря, недостаточно загружено. И, наконец-то, люди получат человеческие условия пребывания в учреждении, плюс, соответственно, у врачей, как вы понимаете, будет другое отношение, другое настроение, мотивация, оборудование, оснащение и все, что к этому непосредственно, вся атрибутика. Это будет уже сделано, я думаю, где-то в январе этого будущего года. То есть, фактически, мы, надо еще потерпеть, там, 4-5-6 месяцев. Что касается поликлиники и клинической диагностического центра, где будет осуществляться специализированная медицинская помощь, в том числе для пациентов на плановую госпитализацию, для облаторного звена, я думаю, что часть будет закончена в этом году, 1 января, а стройка, наверное, все-таки к весне. Хотя, строители обещают, что 1 января они все закончат, но мы с вами позади в окно, может быть, и случится чудо, все бывает в жизни. Но что-то мне подсказывает, что до весны они еще будут двигаться дальше. Но сегодня, надо дать должное, уже нулевой цикл закончен, люди уже на первый этаж. КДЦ, там, порядка 5000 квадратных метров должно быть, в общем, здание сооружения, это вполне достаточная площадь для того, чтобы оказать помощь. Сегодня у нас один единственный компьютерный томограф на сегодняшний день в городе Одинцово. А сейчас, путем объединения и реорганизации, мы еще два томографа компьютеров вовлекаем в этот процесс. Включить новый томограф, еще идет у нас закупки планов в новую поликлинику, о которой вы упомянули. То есть мы разделим потоки плановой и экстренной госпитализации. Вот сегодня больные плановые, амбулаторные, как пример, что такое объединение. И больные экстренные идут на один компьютерный томограф. Можете себе представить, кто-то с ДТП, а кто-то просто с головной болью. И все стоят в одной очереди. Кто-то на носилках, стекающей крови, кто-то с головной болью, все стоят в одной очереди. Ну, это как минимум неправильная история. Как максимум просто абсолютно неправильная история. Будем ждать результат. Будем ждать, конечно же, строительства и сдачи объектов в первую очередь. Потому что это, безусловно, поможет разгрузить в городе, в столице, округа все потоки пациентов. Вы абсолютно правы. Но в первую очередь нам надо добиться благодаря вашей службе, вашей средств массовой информации. Это чего ждем мы от вас, врачи. Это некое доверие, карт-блаши от населения. Население должно понять, что мы не волшебники. Так просто все быстро не бывает. Все требует каких-то времени и затрат. И население, надеюсь, поймет и увидит, что все, что мы сегодня с вами говорили, все действительно будет так сделано. Спасибо, Игорь Ефимович, за содержательную беседу. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания. Продолжение следует...